Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы хотим познакомить вас с удивительным изданием. В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы городского округа «Город Воронеж. Обеспечение общественного порядка» вышел литературный сборник «Части целого». В нем собраны произведения прозы и поэзии жителей города Воронеж. Все работы, опубликованные в данном издании, посвящены важнейшим вопросам – принятие других, жизнь в согласии с собой и с теми, кто рядом. Толерантность, проблемы расизма и ксенофобии, особенности межнационального общения. Как у любой книги, у сборника «Части целого» есть своя небольшая история. В феврале 2021 года, размышляя о том, как привлечь внимание общества к озвученным проблемам, возникла идея организовать литературный конкурс по профилактике терроризма и экстремизма. Уже в марте мы объявили о начале конкурса. К участию мы пригласили всех желающих от 7 лет и стали с нетерпением ждать работы. На электронный почтовый ящик конкурса мы получали очерки, эссе, рассказы, стихотворения, письма. В состав жюри вошли представители Оргкомитета и профессионалы в области литературы – писатели, поэты, журналисты. Сегодня нам хочется еще раз представить этих замечательных людей. Этот сборник существует благодаря вашей работе. В составе жюри и редколлегии работали Андрей Федотов. Большое количество было работ, членам жюри невероятно было сложно работать. Самое главное – будем продолжать развивать эту правильную, нужную тему, как нам кажется. В состав жюри также вошла Любовь Щукина – кандидат филологических наук, доцент кафедры связи с общественностью, рекламы и дизайна, факультета журналистики Воронежского государственного университета. Мы благодарим за работу в составе жюри Дарью Гузееву. Мне кажется, что организаторы конкурса как раз говорили о широте взглядов, о широте чувств, о настоящей дружбе, о настоящей любви, о разрушении границ. И это им удалось. В составе жюри работала Эльвира Щербакова. Победителями стали те, кто на своем жизненном опыте, на себе прочувствовал эту тему. Поэтому, мне кажется, главное объединяющее начало – это желание быть счастливыми. И это желание есть у всех, есть у каждого. И не нужно забывать о том, что каждый хочет быть счастливым и не мешать другим быть счастливыми. Мы от всего сердца благодарим великолепную Алену Даль, чьи книги мы искренне рекомендуем к прочтению. Конкурс, в котором мы принимали участие в качестве членов жюри, как раз ставит задачу перед людьми разных возрастов об этом подумать и литературно воплотить свои размышления. Хотим этого или нет, мы живем в многонациональном мире. Мы живем среди людей, отличных от нас по вере, по привычкам, традициям, в конце концов кулинарным пристрастиям. И каким-то образом должны сосуществовать на этой планете. Оргкомитет в составе жюри представила Черкова Елена. Мы говорили о том, что по итогам конкурса мы планируем выпустить электронный сборник работ наших участников. Но у нас потрясающие новости. Я надеюсь, все получится. В это верю. Мы выпустим настоящий бумажный сборник, который можно будет потрогать, полистать, возможно, подарить кому-то на память. Какой будет тираж, не скажу сейчас пока. Дату выхода тоже, не знаю. Но это обязательно произойдет. Итак, наши самые смелые мечты сбылись. И благодаря управе Ленинского района, города Воронеж, литературный сборник части целого стал реальностью. Издание содержит порядка 30 произведений жителей нашего города. Это люди разных профессий, разного возраста. Это студенты, школьники, педагоги дополнительного образования, юристы, учителя. В конце этого сборника вы можете найти сведения об авторах. Под обложкой этой небольшой книги вы найдете очень разные идеи, мысли, литературные формы людей неравнодушных и, безусловно, талантливых. Здесь вы увидите произведения совсем юных авторов до 10 лет, познакомитесь с детской поэзией и сказками. Здесь же и размышления зрелых людей на непростые темы, воспоминания. Сборник откроет вам трогательную историю о дружбе Сони и Латифа. Я никогда не буду танцевать с черным мальчиком. Примерно так выглядела я в 10 лет, когда мама предложила мне потанцевать в качестве партнера по бальным танцам с Латифом. Он был мулатом. Латиф стал моим первым настоящим другом, а я его единственным другом. И мне очень хотелось, чтобы он почувствовал себя нормальным. Ведь не только в танцах у него были проблемы с общением, но и в школе. И поэтому я познакомила его со всеми моими друзьями. Прошло уже 12 лет, а я помню фразу, которую я тогда сказала, что я перестала замечать, что мы разные. И я сказала, Латиф, как так? Он говорит, знаешь, может быть, мы и есть разные, но ведь это не мешает нам быть друзьями. Также мы рекомендуем познакомиться вам с работой студентки Воронежского технического университета. Рассказ Саратовой Маргариты высоко оценили члены жюри. Я не сразу разобрался в себе. Подумал, что бешусь из-за того, что навезет тебя в неизвестную мне, не на йоту страну. Гораздо позже я поняла другое. Я не мог потерять себя, потому что так и не успел стать лучшим старшим братом. Сборник вышел небольшим тиражом и станет частью домашних библиотек наших конкурсантов. Все желающие могут ознакомиться с изданием в библиотеке номер 40. Также часть тиража была передана в общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования и вузы Ленинского района. Сборник носит название нашего конкурса «Части целого». И все тексты, вошедшие в него, так или иначе об этом. Завершить презентацию сборника я бы хотела отрывком из текста Варваровой Софии. Главное помнить, мир безграничен и очень интересен. И если люди выбирают борьбу черных и белых фигур на шахматной доске, то, поделившись своей историей, я хочу поставить шах и мат этой борьбе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова